Как сообщает Зеркалоаз, события на Южном Кавказе и несколько неожиданная военная активность Ирана вблизи азербайджанской границы снова вынесли регион в топ мировых новостей. На первый взгляд внезапная агрессивность Тегерана не имеет никаких логических оснований. Выдвигаемые обвинения в сторону Баку совершенно абсурдны и не выдерживают никакой критики. Все ссылки на Азербайджан и израильские связи, их постоянное гипертрофирование, наводят на мысль, что все это информационно-политический камуфляж. Азербайджан в качестве объекта проявления агрессивности был выбран исключительно из-за географической близости. После победы талибов в Афганистане, Иран оказался в довольно неудобном окружении. По периферии своих границ, за исключением Туркмении, у него непростые отношения с соседями. Тегеран очень сильно напрягает продолжающийся процесс улучшения отношений арабских стран с Израилем. Как пишет арабская пресса, уже на финишную прямую вышли договоренности об установлении дипломатических и экономических отношений и Иерусалима с двумя странами, в частности, с Марокко. Расширение связей арабских стран с Израилем и, особенно с государствами Персидского залива, несут, с точки зрения иранского режима, многоплановые угрозы, в том числе и военного характера. В частности, в Тегеране очень опасаются предоставления каким-то государствам залива аэродромов подскока для израильской авиации, если будет принято решение бомбить иранские ядерные объекты. На такие мысли Тегеран наталкивают участившиеся аварии и непредвиденные сбои в функционировании именно таких объектов. За этим видят руку израильской агентуры, борьба с которой, несмотря на многочисленные аресты и заявления, остается малоэффективной. Все это есть важнейший фактор некоторой паранойи в иранских правящих кругах относительно внутреннего и внешнего положения страны. Мысль о враждебном окружении и происках внешних деструктивных сил приходит все чаще. Вторым и не менее важным фактором является активность Турции в направлении установления глубоких отношений с тюркоязычными государствами, в частности, Центральной Азии. В ноябре нынешнего года в Стамбуле пройдет очередной восьмой саммит Тюркского совета, на котором название этой структуры может быть изменено на союз тюркских государств. В Тегеране и Москве рассматривают это событие как турецкую экспансию и попытку перехода в статус субрегиональной державы. Как отметил политолог и эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов, Турция проникает и укрепляет свои позиции в странах сферы российских интересов. А во-вторых, нельзя исключать, что Турция начнет в перспективе привлекать к деятельности Союза тюркских государств и национальной республики с компактным проживанием тюркских народов в составе России, найдя какую-нибудь лазейку для этого. Третий фактор – укрепление взаимодействия между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном, в том числе в военной сфере. В Тегеране отметили, что Исламабад с самого начала войны в Карабахе в прошлом году полностью поддержал Баку и в дальнейшем продолжил укреплять взаимное сотрудничество во многих областях. Все это и ряд других обстоятельств заставил Тегеран как-то действовать. Реальных рычагов у него нет, кроме угрозы военной силы. Вот и началось проведение учений у азербайджанской границы под вздорным предлогом засилия Израиля, а также развертывание москитного флота на одной из баз в Каспийском море. Все это звенья цепи создания у Баку ощущения военной тревоги и на такой основе добиться каких-то политических уступок. Четвертый фактор. Иранская агрессивная политика стала одной из центральных тем в повестке очередного раунда стратегического диалога между помощником по национальной безопасности США Джейком Салливаном и его израильским коллегой Эйлем Хулатой. Интересно, что накануне встречи на Кипре были арестованы ряд лиц, которых обвинили в подготовке покушений на израильских бизнесменов. Аппарат премьер-министра Израиля Нафтали Бинета по связям со СМИ открыто обвинил Иран в подготовке покушения на представителей израильского бизнес-сообщества. Речь идет об акте терроризма, организованном Ираном против израильских бизнесменов, живущих на Кипре. Очередное сближение Вашингтона и Иерусалима может произойти на антииранской основе и иметь военную составляющую в отношении иранских ядерных объектов. Этого очень опасаются в Тегеране. Отметим, что российская пресса даже не собиралась соблюдать объективность и заняла благожелательную позицию в отношении иранских посягательств. Используя иранские наскоки, Москва готовилась к встрече Путина с Эрдоганом в надежде добиться от него каких-то уступок в Сирии. Похоже, что ничего из этого не вышло. Если и о чем-то договорились, то по второстепенным вопросам. Как элемент давления следует рассматривать внезапный визит министра иностранных дел Армении Арарата Мирзаяна в Тегеран. Стороны договорились о завершении строительства дороги от иранской границы в Ереван, которая, в отличие от прежней, не будет заходить на территорию Азербайджана. В это же время переговоры в Москве вел спикер парламента Армении Ален Симонян. Там он встретился со своим российским коллегой Вячеславом Володиным, а также министром иностранных дел Сергеем Лавровым и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Армения явно пытается извлечь выгоду из возникшего обострения, но все это имеет мало перспектив. Азербайджанская дипломатия проявила твердость, да, и реальные действия не оставили в этом сомнений. Учения в Нахичеване Азербайджанской и Турецкой армии, командно-штабные учения Этюнити-2021, си участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии, не оставили сомнений в соответствующем ответе на агрессивные действия Тегерана. В этом русле следует рассматривать и сообщения арабской прессы о визите израильской делегации в Баку для обсуждения вопросов сотрудничества в возможном отражении агрессии. Независимо от того, действительно ли такой, визит был такой факт, имел определенное воздействие на Тегеран. В Баку показали, что на шантаж в любой форме поддаваться не намерены. Похоже, что иранское руководство в какой-то момент поняло, что заигралось, а военная тревога не только не достигла целей, но начинают проявляться негативные последствия. Из иранской столицы последовали успокоительные заявления. Депутат парламента Шарли Энвие Текие заявил, что военные учения на границе с Азербайджаном были четким посланием сионизму и ИГИЛ, и это не может считаться объявлением войны. И вообще, учения такого рода есть демонстрация оборонительной готовности Ирана к любому нападению на его границы. По сообщению агентства ИРНА, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзади заявил, что Тегеран поддерживает хорошие отношения с Баку и Ереваном, и что связи Ирана с какой-либо страной не угрожают интересам другой страны. С начала войны в Карабахе мы получили отчеты и сообщения азербайджанских коллег. Они заверили, что нет никакой угрозы против других стран. И, наконец, последовавшее заявление духовного лидера Ирана Али Хаминеи о том, что возникшие споры с Азербайджаном должны решаться без вмешательства и военного присутствия иностранных сил в регионе. Другими словами, если Израиля в Азербайджане нет, что соответствует действительности, то Тегеран это удовлетворяет. Военная тревога по всей вероятности улеглась, но нет оснований считать, что все не повторится. Ситуация на Южном Кавказе остается напряженной.